А в Черкасской области несколько райцентров погрузились в кромешную тьму. Местные власти решили экономить на ночном освещении улиц. Почему чиновники пошли на такие радикальные меры и к чему это приводит? Расскажет Станислав Кухарчук. Лидия Григорьевна живет недалеко от центра Чернобая. Назвать район глушью нельзя, но это днем. А вот ночью, хоть глаз выколи, в полночь уличное освещение отключают. Горит, горит. Зачем включают, до двадцати отключают. Такой горилл. Сейчас до четырех бебеет. Участок улицы, где находится дом Андрея, без того освещался слабо. Фонари горели через один. Несколько лет назад это стало причиной страшной аварии. Тогда автомобиль насмерть сбил мужчину. Жители уверены, подобные эксперименты с уличным освещением ничем хорошим не закончатся. Лучше, чтобы ночью освещалось. Молодежь, где там, из улики. Но такие радикальные меры власти райцентра пошли в целях экономии. Похоже, местные чиновники учатся экономить даже на себе. Под поселковым советом вместо автомобилей целый велопарк. Председатель поселкового совета Алла Мирошниченко уверяет, перед принятием решения учли, что может возрасти количество аварий. Самая оживленная центральная улица Чернобая освещается по-прежнему с вечера и до утра. Вообще-то переходят на экономики, на экономные лампы. Я знаю, что мы в центре поменяли лампы. Например, в центральной улице у нас лихтари освещаются. Освещает Чернобай полностью пока что не за что. В бюджете этого года на оплату электроэнергии предусмотрели 780 тысяч гривен. Но после распоряжения комбина о переходе на единый тариф расходы возросли до миллиона. Выходит, что без выхода, когда наша держава так не враховывает наших бюджетов, наших желаний, наших возможностей. Подобным образом решили сэкономить еще в нескольких райцентрах Черкасской области. У обл. администрации лишь разводят руками, дескать, децентрализация. И повлиять на решения местных органов власти они уже не могут. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.